В МРИЛ, что очень символично в год культуры, нынче активно ведутся ремонтные и реставрационные работы объектов культуры. Уже обновили Центр культуры и досуга в поселке Медведево, ДК в Советском и Сернуре, Ишкароленский культурно-спортивный комплекс имени Ленина, но на этом ремонтные работы не закончатся. Все подробности в нашем материале. Пардебра, Батман Тандюм. Азы классического танца эти девочки шести лет изучают строго по расписанию в хореографических классах и на сцене своего родного культурно-спортивного комплекса имени Ленина. Именно здесь еще в 80-х годах был набран первый состав одного из самых популярных сегодня ансамбля «Улыбка». Спустя 30 лет его посещают около 200 детей. Руководитель «Улыбки» Жанна Шуталева говорит, постоянные конкурсы, концерты, постановка не только массовых, но и зрелищных номеров требует хорошего сценического оборудования. Даже взять если кулисы и занавес, даже для нас это тоже очень важно, потому что когда хороший свет, есть возможность им работать. Когда хороший звук, это тоже здорово. О новом свете и звуке раньше здесь даже не мечтали. Главной задачей было подлатать кровлю, обновить кое-где стены. В своем первозданном виде комплекс стоит с 1977 года. Внешний облик более 30 лет поддерживался лишь косметическими ремонтами. В этот год культуры культурно-спортивный комплекс имени Ленина обновили и переоснастили. В первую очередь взялись за то помещение, которое чаще всего посещают жители республики – зрительный зал. Тут самое главное, конечно, кресло. Это вот те же автомобильные кресла по наполнению. Они как ортопедические. Вот если вы на спинку облакотите, вы почувствуете, вам удобно. Нижняя часть тоже самая. Очень удобно. Что еще? Вот если сидишь сзади, обычно если подниматься, держат вот так. А здесь вот. То есть вот это усовершенствование, это уже наше. Самые износостойкие варианты мы как бы здесь предусмотрели. Прежде чем установить кресло, в этом помещении сделали самую настоящую генеральную уборку. Частично обновили напольное покрытие, отмыли стены и потолок, вычистили крышу, заново оштукатурили потолочные конструкции. Для удобства зрители на ступенях в зрительном зале смонтировали подсветку, как оказалось, из обычного автомобильного габаритного света. Полностью обновили и одежду сцены. Если антрактный занавес отреставрировали, то кулисы, задники, французскую штору сшили заново. Новыми красками заиграл и герб республики. Уникальный герб. Отсюда маленький, кажется, он почти метровой высоты. Чем он уникален? Во-первых, самими материалами, значит, вплоть до позолота там, парча, значит, камни оцеровские там. Это не видно. Когда подсветите его, это самое, прожектором, значит, увидите. Рога блестят, копыта, корона над деревом города. Все это сделано в соответствующих материалах, ручная работа. Новый пульт световой, звуковой, 18 светодиодных прожекторов, два сабвуфера, трехполосная акустическая система. Новое оборудование делает звук чище, а подсветку ярче. В бюджете города было заложено и в этом году осуществлено 6 миллионов рублей на реконструкцию и ремонт Дворца культуры имени Ленина. Культурно-спортивный комплекс имени Ленина стал давно популярным местом проведения свободного времени для жителей Ешкаралы. Утром здесь обычно тихо, а уже ближе к вечеру начинают работать ансамбли, секции, объединения. Таковых здесь оказалось 53. В год на сцене проходит более 700 концертных программ. Впрочем, своего обновления теперь ждет и Дом культуры российской армии. В прошлом году это учреждение культуры было передано Министерством обороны в ведение муниципалитета. Зданию, которое было построено более 50 лет назад, вполне ожидаемо требуется ремонт фасада, мягкой кровли и площадки у здания. Именно на это, говорят в ДК, пойдут первые выделенные средства. Конечно, необходимо заменить и кресла, и кулисы, а также световое и звуковое оборудование. Все для того, чтобы Дом культуры действительно соответствовал стандартам культурных учреждений крупных городов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА